Поэтому, ну что ж, мы можем даже, если хотите, вот как-то связаться после этапа с теми людьми, которые работали вот в данной технической комиссии, там и с судьей, вот, а, кстати, Алла Викторовна Шаховцова, рефери, мы ее поздравляем с прошедшим днем рождения, буквально позвчера. Да, второго числа у Аллы Викторовны был день рождения, и мы действительно поздравляем, желаем счастья, любви, здоровья и удачи во всем. Вот Алла Викторовна Вернадца из Китая, мы можем с ней обсудить по поводу того, а почему, собственно. Обязательно. Это мы сейчас о музыке, да? Вот, музыка Билли Джоэла, сейчас будет вальс. Ждите. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они допустили очень большие ошибки. Она столкнулась, видимо, с бортом. Он проснулся, по-моему, от оператора. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прекрасная поддержка на одной руке, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что хорошо они прокатали для своего уровня, скажем так. Эмоционально, на одном дыхании. А уровень у них такой, что в прошлом году они выступали в финале гран-при среди юниоров. И, в общем-то, только-только из юниорского катания к нам пришли. В финале ничего особого не заняли, но и последними не были. Поэтому добро пожаловать во взрослую жизнь. Техническая оценка не должна быть высокой. Не должна, но может. Не думаю, ибо очень строгая техническая бригада на этих соревнованиях. И Марика Харперс-Баранова, технические специалисты, ее ассистент Сильвия Новак. Два наиболее опытных специалиста. И вот мы с вами видим, что техническая оценка не превышает оценки, маленькой оценки по компонентам. И всего они набирают 30%.